Добрый вечер, уважаемые гости. Мы рады вас приветствовать в библиотеке Маяковского на заседании клуба «Встреча с Петербургом». Я здесь вижу очень много людей новых, которые не бывали на наших встречах. И этому мы очень рады, потому что сейчас у нас завершающая лекция сезона. И через два месяца, в сентябре, мы снова начнем работу здесь на Фонтанке 44 в Медиахоле. Вот наш клуб «Встреча с Петербургом» открытый. Он объединяет не только исследователей, не только профессорсоводов, но и просто жителей Петербурга, которые желают послушать новые исследования, материалы, новые прочтения старых тем. Это тоже очень интересный такой жанр, который сейчас находит отражение в петербургических исследованиях. И наши встречи проходят каждый второй вторник. Сегодня у нас перенос в связи с тем, что День России был. Каждый второй понедельник, в связи с тем, что на прошлой неделе был День России. Я с удовольствием вас приглашаю с сентября, если вам это интересно будет, наши темы. В сентябре у нас планируется лекция Елены Травиной, посвященная Петербургу в иллюстрациях журнала Нивы, повседневная жизнь петербуржцев и вообще петербургского человека, интеллигента. Это, кстати, очень много тем у нас связанных с этой тематикой. Лекции прошло в этот период и вот с сентября мы начнем работу. А сегодня вот таким летним подарком всем нам станет такая красивая усадебная тема. Выступит Наталья Павловна Столбова, краевед-исследователь, автор книг и публикаций об истории Санкт-Петербурга. Ну а о рамках этой темы я уже предложу Наталье Павловне. Ну что же, добрый вечер, рада вас видеть. Действительно, Октинские усадьбы – это контекст дачной летней жизни Петербурга и правда эта тема случайно оказалась очень актуальной именно в это время. Но я представляю не книгу, вы видите обложку книги. Книга вышла, вышла в электронном виде, пока нет в бумажном виде, но я представляю свое исследование. Так случилось, что Октой, и не только Октой, я уже занимаюсь достаточно давно, Октой преобладающей является в моих исследованиях. Но время написания книги здесь указано. Это длительный процесс, процесс сбора материалов, процесс написания, изложения, анализа. Ну, собственно, речь в книге, речь в исследовании идет о пяти усадьбах, расположенных на территории нынешнего Красногвардейского района. Конечно же, есть усадьбы очень известные. Усадьба Жерновка, Уткина дача. Есть усадьбы менее известные. И, пожалуй, если я скажу дачи Комаровского, вы спросите, что это такое и где это такое, имеете право не знать. Но визуальный ряд каким-то образом связанный с усадьбами есть. И если мы впрямую видим усадьбы Жерновку и Уткину дачи, мы видим здание гидрографического общества на Малоохтинском проспекте, на территории дачи Евграфа Ведотовича Комаровского. Мы видим сохранившуюся постройку железнодорожная станция дача Долгоруковая. Это бывшая дача светлейшей княгини Юрьевской. Это русские самоцветы. Это эта территория. От дачи есть только наши сведения. И железнодорожная станция дача Долгорукова, которая железнодорога проходила по территории усадьбы. И вот здание станционное сохранилось. Мы видим известный вам храм, храм Николая Чудотворца на Большоохтинском кладбище. Благотворителем, строителем был купец Никонов. Дача его тоже была на Охте, на берегу Невы. От этой дачи не сохранилось ничего, только добрая память об этом человеке. Ну и какие-то сведения об этой даче. Ну что же, работа трудоемкая. Вы люди опытные, вы люди, разделяющие это увлечение и со следователями, и с тем, кто работает непосредственно с материалом. Проанализирован, сведен воедино, сопоставлен материал 14 архивов. Санкт-Петербурга, Москвы, Твери. Это большая работа. Информация представлена в трех основных направлениях. История, архитектура, биографии владельцев. Со времени появления до сегодняшнего дня. Но на сегодняшний день это самый полный свод документов и материалов по Охтинским усадьбам. Ну, тут перечислены архивы и архивные собрания. Все-таки какие-то я прокомментирую. Ну, Государственный архив Тверской области, это в связи с Суткиной дачи. Архив Музея истории Санкт-Петербурга. Отдел хранения изобразительных памятников. Тоже в связи с Суткиной дачи. Очень было интересно и симпатично работать в ведомственных архивах. Государственный русский музей, Государственный эрмитаж. Содержат много материалов по разным темам. В том числе и по теме, которой я занимаюсь. Ну, архив Института истории материальной культуры. Российская академия наук. ГИОП, раздел рукописи Российской национальной библиотеки. Российский государственный архив военно-морского флота. Государственный архив древних актов, это Москва. Государный архив, наш архив, СГИА, это петербургский архив от СГАЛИ. Ну, и СГА, это вот 14 архивов. Проблемы, стоящие перед автором. То есть, передо мной. Мне не очень удобно, я не понимаю, как мне встать. Вот когда я вот так стою, меня слышно. То есть, микрофоны работают. Так вот, об усадьбах, Жерновка и Уткина дача. В принципе, монографии не было. И, пожалуй, мои. То есть, я точно знаю, что мои монографии первые. Был материал, допустим, Лансере, забытая пригородная усадьба на Охте, Жерновка. Был материал Александра Чехова, публицистика. Но вот анализа такого никто не провозил. Вот. Ну, какие проблемы? Конечно же, существуют какие-то, ну, уже принятые вещи в отношении этих усадьб. Усадьб, может быть, мы или кто-то там не занимался ими глубоко, но какие-то вещи кажутся уже устоявшими. Если на самом деле нет, поэтому проблемы, которые стояли, назначение и время появления усадебных домов и, пожалуй, назначение усадебных домов, как мы увидим дальше, это одна из серьезнейших тем, и до сих пор остается проблема авторства. Это тоже тема, потому что мы не знаем авторов сохранившихся усадеб, чертежей современных постройки нет, ну, наличие лакун в истории усадеб, перехода к собственности и другие программы. И другие проблемы. Ну, собственно, что сделано? Введены в научный оборот неизвестные ранние факты, уточнены дачи, закрыты лакуны в истории, введены новые имена. Впервые рассматривается, как возможный, мазонский след в истории жерновки. Отдается интерпретация ее символики. Тоже, я думаю, для вас это будет неожиданно. И определены подходы к решению проблемы авторства. Поставлен вопрос об архиве безобразовок. Обнаруженном на даче в Лансере и судьбе ее артефактов. На самом деле, у меня выписаны еще две страницы того, что сделано впервые. Но я искренний следователь. Мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. Поэтому я просто... Оно как-то идет и идет. Я просто фиксирую то, что сделано. Ну что же, сегодня мы, конечно же, пять усадеб. Я боюсь, что мы не выдержим, даже ментально. Я думаю, что сегодня мы будем заниматься плотно усадьбой жерновка. Усадьба большая, материала много. Ну а если будет интерес и будет желание, может быть, в какие-то следующие встречи будет рассказ о Будкиной даче и об остальных усадьбах, которые я упомянула. Ну что же, о чем идет речь? Будучи в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, возможно, проезжали на Ириновском проспекте вот это невысокое здание. А вот это здание, оно заставило обратить на меня, на него внимание, когда наша семья получила квартиру на Ржевке. И первое, на что я обратила внимание, вот на эту дачу. И вот с тех пор, каким-то уже образом, непонятным для меня, ну она стала, как и другие Охтинские объекты, объектом моего исследования. Оно сегодня, это небольшой участок, левопережье Охты, примерно 3 гектара, ограниченный с одной стороны Охты, с другой стороны Ириновским проспектом. Линии электропередач с восточной стороны и территории предприятия, бывший Оргприм Твердосплав, я о нем буду говорить, предприятие Кермет. Парк небольшой. Но какой же статус имеет памятник, о котором мы сегодня говорим? А памятник архитектуры федерального значения. Предметом охраны является первоначальная объемно-пространственная композиция усадебного дома, архитектурный и лепной декор фасадов и внутренних помещений, форма и конструкция заполнения оконных проемов, материалы и конструкции стен, цоколя, перекрытий, но и еще ряд, чугунная лестница, росписи, залы и спальни. Не хочется мне это все прочитывать, оно выведено на экран, но хочу обратить внимание на историческую композицию пейзажной и портерной части парка, на палитру насаждения береговой линии пруда и реки Охты. В разные годы она была поставлена на учет. Впервые в 1924 году стараниями общества Старый Петербург, Новый Ленинград. В 1938 году в беду утрат усадьба была снята с охраны. Поставлена вновь в 1950 году и как памятник федерального значения подтвержден ее статус в 2001 году. Мы видим открытку фото Розетского в 1910 год. Ну, собственно, простите, пожалуйста, я убрала же объемно-планировочное решение. Дом, о котором мы говорим, состоит из собственного дома. Здесь мы видим южный фасад. Находятся в собственном объеме дома пять парадных помещений. О них я буду говорить. Есть галерей оранжерей, которые слева и справа от основного объема. И павильонов с башенками. Северный фасад выглядит скромнее. Балкон. Хотя северный, вот тот наиболее парадный южный фасад, как вы видели. Но гости впервые, когда появлялись в усадьбе, они въезжали через северный фасад. Он скромнее. Центр его выделен балконом на четырех колоннах, двух столбах. Ну, давайте посмотрим и поговорим о парадных помещениях. Что к сегодняшнему времени сохранилось? Ну, разные у вас виды на жерновку были, не были, слышали, не слышали. Поэтому буду говорить о каких-то вещах, которые, может быть, для кого-то известны, а, может быть, и нет. На сегодняшний момент мы не видим усадьбу, первоначальную усадьбу. Усадебные объемы прошли ряд изменений в 1830-е, 1870-е и 1980-е годы. Парадные помещения, которых было пять, они составляли анфиладу. Они не сохранились полностью. А сегодня, если вы придете на экскурсию в «Откротый город», я провожу эти экскурсии там, мы знакомимся с двумя парадными помещениями. Это зал центральный и это помещение спальня. Что же произошло? Вот первым, кто забил тревогу об участию усадьбы, был Николай Евгеньевич Лонцерер, искусствовед, художник, который по заданию общества защиты Старого Петербурга посетил усадьбу в 1922 году, потом в 1924 году. И вот в 1924 году была проведена первая фотофиксация. Более ранних материалов, чем 20-е годы этого столетия нет. И вот мы видим из фото центрального зала, мы видим открытые проемы в помещении бильярдной, в эту сторону помещение столовой. Так, к сожалению, теперь уже это не выглядит. Выглядит это иначе. Но чтобы иметь представление о том, что было, мы смотрим на эти картинки. Вот так выглядит зал сейчас. И это продукт реставрации 1980-х годов. Это работа советской реставрационной школы. Это Росреставрация. Я буду говорить немножечко попозже об этом. Но я не устаю восхищаться, потому что цветовой передачи никто не фиксировал. Чёрно-белые фотографии и, может быть, маленькие фрагменты, какие-то были цвета. И даже в описании к Лансере он не упоминает цвет. Он говорит об объёмно-планировочном решении. Он говорит о технике гризаль серо-белой. Но цвета нет. Воссозданы сейчас 80-е годы. Ну что же, мы говорим, поскольку о зале, который воссоздан, наиболее интересен здесь плафон, падуги, вот то, что выше стен. Должное этим отдала исследователь-искусствовед Валентина Белявская. Её монография «Росписи русского классицизма» вышла в 1940 году. Она пишет о многих росписях усадеб русского классицизма, расположенных в Петербурге, в других регионах, и не обходит вниманием Жерновку. Она пишет, что значительным, удивительным, я не цитирую, я немножечко перефразирую, примером иллюзорно-пространственных классических росписей является плафон усадьбы Жерновка. Она предполагает, что росписи могли быть выполнены Антонио де Ла Джакомо или Карло Скотти, сотрудничавшими с Джакомо Кваренге. Плафон был выполнен в середине 1790-х годов, тогда же, когда был создан и дом. Но сейчас я могу сказать, в каких цветах и что там собой представляет. Вот плафон представляет собой вдавленный восьмигранник, потом круг с ордаментальной росписью, розетка, из которой спускается люстра, тут три люстра в большом зале. Здесь использованы синий цвет и красно-коричневые цвета в фонах, в фонах трапециевидных вставок и прямоугольных обрамлениях этого круга. И еще две части плафона, прямоугольники, разделенные на три части, тоже бело-серые тона техники Гризаль, и синие-красно-коричневые тона, падуга, соединяющие стены с плафоном, киссонированные киссоны с люпными розетками. Это не Гризаль, это розетки. Ну и мы видим медальоны, их восемь, восемь сюжетов. Ну, давайте пройдем чуть дальше. Вот, собственно, то, о чем я уже говорила. Здесь восемь медальонов, они воссозданы. Там четыре сюжета. Лето с лебедем, там Старик с козлом, Венера с Амуром. Их четыре сюжета, но они повторяются. Вот это то, что сейчас можно видеть и можно смотреть. Рядом с центральным залом находится гостиная. Всего пять парадных помещений. Гостиная сейчас представляет собой современное, ну, я уже обращаюсь, современными называю 80-е годы прошлого века, тогда, когда было перестроено для общества, для объединения оргприм-твердосплав, где находилась бухгалтерия и другие нужные вещи. Но выглядела гостиная вот таким образом. Вот, смотрите, размер зала 15, почти 16 метров на 8 метров. Размеры гостиной и других помещений примерно 8 на 8 метров. Окна прорезаны, выходящие в парк, стены прорезаны большими паладзианскими окнами. Ну, на какой-то другой картинке я вам покажу. Снаружи в зале эти паладзианские окна и в помещении столовой и спальне. Вот в помещении гостины тут окна прямоугольные. Во всех помещениях были печи. Мы видим сохранившиеся на этих снимках печи. Сейчас их нет. И мы видим картину Семена Щедрина на глухой стене гостины. Картина, изображающая вид Датчинского дворца со стороны длинного острова. И 8 картин из идеальных пейзажей выше Сандриков расположены. Плафон. Плафон несколько отличается от плафона центрального зала. Как-то несколько сгущенный рисунок в обрамлении. Но мы можем об этом только говорить, потому что восстанавливать его, его не восстанавливали в 80-е годы прошлого века, очевидно, его не будут восстанавливать и сейчас. И вот наше знание, распространение этого знания, оно, наверное, актуально, потому что, возможно, что и не будет. Вот еще раз давайте посмотрим с другого ракурса на этот вид. Но, опять же, о проблемах авторства чуть попозже. Но усадьбы Лялечек на Украине, которую тоже делал Кваренге, там тоже есть подобная роспись, что позволяет говорить о том, что это все-таки по проекту Кваренге. Я скажу потом о проблемах авторства. А сейчас, ну, генерально я хочу представить, что, потом уже рассказать об истории. Вот эта картина Семена Щедрина, она в... Это фото, но она... А, вот, вид Гачинского, в Третьяковской галерее она находится. Все это утрачено, картина есть. А вот это идеальные пейзажи, о которых мы говорили, итальянские пейзажи. А вот следующее помещение, это столовая. И вот столовая, она выглядит сейчас вот так, как выглядит. Когда начали восстанавливать росписи, даже зал первоначально не хотели восстанавливать. Хотели просто закрасить, потому что практически все было утрачено. Но петербургские исследователи, петербургские фугольники, петербургские реставраторы, найдя определенный небольшой кусочек, все-таки продвинули это дело, поэтому зал восстановлен. Вот помещение в столовой восстановлено не было. Стены были закрашены, была сделана гипсовая печь. Это все воссоздано. Вот, ну, это вот столовая. В столовой такое же вот ползианское окно, выходящее в парк, такое же, как и в зале. Ну, вот вид смежное помещение, помещение гостиной, все было анфиладного типа. Ну, давайте я процитирую Лансере. Он пишет о плафоне столовой. Здесь отлично написанный плафон в виде плоского купола с расходящимися кессонами. Купол этот, с написанной тенью, поддерживается прелестными путями. В широкой раме с меандром вставлены по четырем осям как бы скульптурные барельефы. Изумительно полные иллюзии, написанные подскульптовым. Ну, фотофиксация 1939 года дает нам представление, подкрепленное сроками Лансере. А вот посмотрите, как выглядело столовая. Над подом были росписи. Помещена добродетель, милосердие. В квадратных углублениях, эти углубления есть, помещены еще добродетели. Вот на западной стене милосердия. Сейчас я вам покажу. Вот там искренность, что там у нас еще несколько трудолюбия, постоярства, истина. Это все добродетели. Еще одно парадное помещение – помещение спальни. Вот помещение спальни сейчас восстановлено, и его можно увидеть. Выглядит оно вот примерно так. Но росписи отличаются от росписей в других помещениях дома. Ну, стены расписаны под мрамор, так же, как они расписаны были и в зале. Вот. Но наверху давайте посмотрим. Они здесь, росписи более насыщенные. Здесь много массивов танцующих женщин. Роспись несколько эклексичная, не такая академичная, как в центральном зале, что дает основание думать, что она, возможно, подновлялась. Но один документ мне встретился, но он не очень убедителен. Мне показался. Вот. Ну, это тоже пространство между пилястрами, тоже там танцующие женщины. Вот. Иллюзорные ниши. И плафон. Вот интересен плафон. Там два киссонированных свода в технике грязаль. Вот вы, может быть, видите их. А потом сверху голубой пеплом. И ромб с углами, с женщинами, с крылатыми женщинами. Вот. Расположен. Это помещение спальни. Итак, пять парадных помещений. Сегодня... Куда? Хорошо. Хорошо. Итак, пять парадных помещений. Четыре из них мы сейчас увидели. Одно помещение, помещение бильярдное, осталось только в описании Лансере. Давайте теперь скажем несколько об изменениях усадебного дома. И уже я говорила о том, что дом современной постройки мы уже не увидим. Что же произошло? На что нужно обратить внимание. Но, к сожалению, у меня нет указки. Но посмотрите, пожалуйста, на северный фасад. Тот, который вот дальше от меня. Видите окна, полудзианское окно, помещение спальни. И справа, и слева выступы. Вот этих выступов не было во время постройки. Они появились в 1830-е годы, тогда, когда здание расширялось. Не было и в 1870-е годы были вынесены примерно на полтора метра помещения оранжерей. Сейчас они вдавлены и примерно представляют собой то, что было раньше. И, конечно же, видите надстройка второго этажа. Мы видим портик Каринского ордера, мы видим куб помещения столовой и между первым этажем помещение гостиной с росписями Семена Щедрина, только что я вам показывала. А вот наверху три оси. А это для приспособления предприятия-пользователя Орг. Прим. Твердосплав. В 1980-е годы это было надстроено. То есть три вещи, которые произошли уже в последующие времена. Обратимся к истории. Официальное название дача Безобразовых – усадьба Жерновка. Усадьба меняла. В документах встречается несколько названий. Бутурлин, Двор, Малиновая, Малиновка, Гавриловка, Мыза Крамера, Екатерининская, Жерновка, Жерновка-деревня. Дача Безобразовых. Ну, собственно, 18-19 век – это частные владения. И участком владели люди, небезызвестные в государственной и общественной жизни города и страны. В 20 веке усадьба находилась в общественном ведении, в ведении Волосного исполкома, Музейного фонда. Об этом мы сейчас и поговорим. Ну, давайте обратимся и достаточно быстро, не утомляя вас, мы вспомним владельцев усадьбы Жерновка. Ну, во-первых, охстинские усадьбы, они устраивались на местах уже освоенных. Ну, помним, конечно, и о шведской крепости Ниншанс, о шведском городе Ниене, об окрестностях, в окрестностях расположенных кирпичных заводах шведских. Поэтому места были, значит, хорошо освоены. И вот на месте кирпичных шведских заводов в Петровское время появляется охстинский пороховой завод. И земли в окрестностях Петербурга, согласно описным книгам 1712 года, ну, они распределяются. Собственно, земли в Междуречье, Жерновке и Малиновке. У нас есть река Главная Охта. Это градостроительный такой градоформирующий стержень северо-востока Петербурга. Охта есть в притоке, Жерновка и Малиновка. Есть река Акервиль, Малая Охта. Ну, вот территории в Междуречье, Жерновке и Малиновке принадлежали Федору Бутурлину. Это стольник Петра I по записям описных книг. Участок был, не было еще дома. Дом появился значительно позднее. В 1739 году уже от Ивана Бутурлина участок, а участок протирался до сегодняшней улицы Комуны. Если вы представляете, вот сегодняшние пороховые, они стоят на землях бывшей Жерновке и Уткиной даче. Вот это может быть и проще представить. Это земли, на которых были угодья сельскохозяйственные. Так земли передаются Федору Ивановичу Сойманову, он приобретает эти земли. У Ивана Ивановича Бутурлина гидрограф, исследователь, исследователь Балтийского моря, исследователь Каспийского моря, обвиненный по делу Волынского, приговоренный к смертной казни. Казнь была отменена, заменена ссылкой. В 1742 году Елизавета Петровна его прощает, предлагает ему вернуться. Он остается в Сибири, занимается исследованием сибирских рек. Но вернулся, потом скончился он в своих подмосковных имениях. Усадьба тоже при нем не строится. Но литературная традиция на основе документов неверных, я точно знаю, причисляет к истории жерновки Алексея Константиновича Нартова, токаря, сподвижника Петра Первого. Делается это на основании объявления, которые в 1756 году дают сыновья Нартова о продаже мыза на выборской стороне сперновки. Такое вот название. Это другая мыза, есть еще несколько жерновок, есть сперновка. Но Нартов не имел отношения к рассматривая нами усадьбе. И вот первое селительное место, освоенное, появляется в середине XVIII века, тогда, когда у Сойманова приобретает, действительно, камергер и кавалер, Алексей Григорьевич Жеребцов приобретает эти земли. Тогда впервые появляются деревни Малиновка и Жерновка, а усадебного дома по-прежнему нет. Как долго владел Алексей Григорьевич Жеребцов усадьбой, доподлинно неизвестно. Но хорошо известно, благодаря документам, что с 1786 года усадьба находится в руках Данаурова. Данауровы старинный грузинский род. Был приближен ко двору великого князя Павла Петровича, а потом ко двору императора Павла I. И документы архивные нам говорят о том, буквально тут написано, я прочту, по планам дач генерального и специального межевания, это Ргада, владительная деревня Малиновка, в Штетербургском уезде, значит, за надборным советником, секретарем и библиотекарем великого князя Павла Петровича Михаилом Данауровым. Площадь владения большая, 650 десятин. Вот смотрите, до улицы Комуны, современный город в той или иной степени мы представляем, и граничила с колтушами Ягужинского. Территории были большие, ну вот такое количество душ проживало. И вот Жерновка, и вообще Охта дает много парадоксов. Документальный владелец и фактический владелец. Вот по документам числится за Михаилом Ивановичем Данауровым, но остальные действия позволяют думать, что фактическим хозяином был его дядя Гаврила Герасимович Данауров. Что позволяет думать так, еще какой факт. Дан Михаил Иванович Данауров, он был секретарем принца Вертюмбергского, губернатора Выборга. И вот именно на имя Данаурова приобретается парк, который мы знаем как парк Монорепо, фактическим владельцем которого является принц Вертюмбергский. Возможно, что здесь тоже было нечто подобное, либо было владение совместным. Но по линии Михаила Ивановича владение не передается. Передается по линии сына Гаврила Герасимовича и впервые называется Гавриловкой. Но появление усадебного дома относится к этому же периоду. На ранних картах 1780-х, 1790-х годов усадебного дома нет. И что нам позволяет говорить о причастности к Варенге? Что нам позволяет говорить о времени создания дома? Позволяют вот эти акварели чудесные. Они принадлежат Джекаму Акваренге. Они находятся в отделе документального фонда государственного Эрмитажа. Я с ними работала. И вот это выполнено Акваренге. Но какой Данауров, непонятно. Написано «Месье Данауров». Какой Данауров, непонятно. Время указано середина 1790-х годов. Вот сектор рисунков западноевразийского изобразительного искусства государственного Эрмитажа. Вот так выглядит павильон пристань, который находился на берегу. А вот самыми ранними чертежами чертежей современных постройки нет. Нет чертежей современных постройки Уткиной дачи. Нет церкви Ильи Пророка. Но в разном случае, по разным причинам их нет. Мы сейчас говорим об усадьбе Жерновка. Но самые ранние чертежи, которые мы знаем, это фотофиксация 1924 года. Выполнена архитектором Соколовым по заданию общества защиты Старого Петербурга. Вот вы видите, мы сейчас видим еще этот разрез. Мы видим помещение гостиной. Вот с этой картиной Семена Щедрина. Видим помещение бильярдной, о котором я не говорила, потому что оно перестроено полностью и никаких, нет даже зацепок, чтобы о нем говорить. И еще есть одна картинка, к этому же году относится. Это ЦГА, Центральный государственный архив. Это калька, снятая техником Фоминым. Вот это то, что есть, это то, что есть самое раннее. А вот это тоже принадлежит Фомину. Почему же мы говорим о том, что все-таки к этому имеет отношение Джаком Акваренге? Ну, во-первых, обращусь к автору монографии Владимиру Пилявскому, который занимался Акваренге. Я цитирую. Это монография 1980-х годов, обнаруженный нами в музее Сфарцеско в Милане, набросок Жерновского дома с башенками, напоминает нам дачу Безбородка, который тоже определенное отношение имел. Ну и так дальше. Второй аргумент, о котором можно говорить, это же, конечно же, заключение Валентины Белявской, «Росписи русского классицизма». Сравнивая росписи, она находит их и в Английском дворце, и в Усадьбе Лялечек на Украине. Те сооружения, которые выполнял Акваренге, по росписям она тоже причисляет к нему. Вот. Так, сейчас, минуточку. И еще ряд вещей. А вот чем интересно? Я исследую, как историк, и вот когда смыкаются документы исторические, архивные документы, с искусствоведческим анализом, тогда вот уже становится полезно, похоже на правду. Я скажу потом, немножечко попозже, почему. Потому что вот две усадьбы, это, пожалуй, тоже новое, но вы и не обязаны это знать, имели одного владельца, и утки на даче, и усадьба Жерновка. И сейчас мы поговорим о назначении усадьбы. Давайте посмотрим. Вот мы видели картинку, мы видели узкие протяженные, протяженные сооружения, стоящие почти перпендикулярно к когте. Мы видели пять парадных помещений, мы видели оранжереи, мы видели павильоны с башенками. А это не помещение, приспособленное для проживания семейного. Это однозначно. Что может быть? Иногда называют увеселительные усадьбы Екатерининского времени. Возможно. Какие могут быть аргументы? Ну, рядом находится Охтинский пороховой завод. Ну, конечно, Петр Первый бывал на Охтинском пороховом заводе. Елизавета Петровна охотилась в окрестностях Охтинского порохового завода. Александр Первый бывал, Николай Первый неоднократно бывал, Александр Второй любил охотиться в колтушек. И вот знаменитые, известные гравюры Джогина, вот выставка недавно прошла к 800-летию Александра Невского, там гравюры Джогина, там усадьбы, то есть там часовни и церкви, посвященные Александру Невскому, в том числе часовни, посвященные Александру Второму. Нету сведений о том, что когда-то посещала Екатерина Вторая или Павел Первый Охтинский пороховой завод. Давайте посмотрим на еще одну версию. Вот эта версия «Масонский след в истории усадьбы». Для вас она, может быть, действительно, эта версия рассматривается впервые, когда достаточно долго занимаешься чем-то, когда ты считываешь что-то, сопоставляешь с архитектурными средними, то есть видами. Ну, давайте посмотрим. Ну, во-первых, я не буду, и в данном случае я эксперт по усадьбам, но я не эксперт по масонству. Но достаточно, имею достаточный кругозор, чтобы все-таки считывать вот эти символы. Увлечение масонством началось с Петра Первого, но иногда обвиняют его, что он поехал в свое первое путешествие. Великое посольство из Англии оттуда, может быть, привез. Но, скорее всего, оно стало развиваться несколько позднее, примерно с середины XVIII века. И, ну, давайте так, вот не хочется мне рассуждать на тему масонства. Это очень тонкая вещь. Она очень и очень непростая. Ну, восходит, конечно, и к Раму Соломона, и к дохристианскому периоду. Зарастризм включает, много всего включает. Но давайте мы не будем этого касаться. Давайте посмотрим, что читается здесь. Ну, во-первых, конечно же, неотъемлемой части любой русской усадьбы последней трети XVIII века, эпохи просвещения, является пейзажный парк. Но в масонстве он употребляется и демо, райскому саду в Библии. Но в жерновке тоже есть сад. Сейчас, извините, пожалуйста. Сейчас, простите, пожалуйста. Я выключила звук, но я не понимаю, что происходит. Сейчас еще, извините. Так вот, давайте посмотрим. Видите пруд, да? А пруд перед домом выполнен в форме ключа. Если посмотреть внимательно, то это не что иное, как ключ. Ключ – один из масонских символов. Мы только считываем. Я это не комментирую. Я говорю то, что я вижу. Но ключ – символ постижения тайны путем духовного поиска и самосовершенствования. Вот мы видим это. Дальше. Конечно же, во многих пригородах, Катчино, Павловск, много строений из необработанного камня. Совершенствование души – это одна из целей человека, вступившего на путь масонства, сравнивает с необработанным камнем. На берегу Охты находилась усадьба. То есть, простите, находился павильон-пристань. Тот павильон, который, чертеж которого я вам показывала, выполненный в Акваренге. Это русовка, это грубая имитация камня с прокладкой дикого камня. Вот две колонны, это не несущие колонны. Они могли быть, ну, собственно, читайте, что тут написано, в книге написано гораздо больше и гораздо подробнее. Но необработанный камень использовался, уже я сказала, и в Павловске, и в Гатчине, и все. Подобрать им внимание на две колонны. Две колонны символизируют портик входа в храм Соломона, являющегося центральным символом масонства и символизирующим путь для посвященного, выхода к свету для ищущего. Это цитата. Ну, поэтому строение в целом могло символизировать обобщенный храм и масонскую лову. Давайте посмотрим на вертикали ворот. Были ворота при въезде в усадьбу Жерновка. Они находились на пересечении Ириновского и Передовиков. Но в определенной степени могут тоже символизировать колонны храма Соломона. Точно так же, как вот эти башенки. Но есть много легенд про Жерновку, что наблюдали за крестьянами, для этого строили. Конечно же, нет. Это эпоха просвещения. Екатерина к масонству относилась настороженно. Она его не одобряла. В 1822 году Александр I издал указ о запрещении масонства. Но мы говорим о временах раньше. Ну и изображение сфинксов на чертеже Кваренге тоже это один из знаков масонских. Что позволяет? Ну и в росписяк давайте же еще раз обратимся. Если вы почитаете и вы посмотрите. Конечно же, ряд элементов декоративного убранства также обращают к масонской версии. Львиные головы и грифоны. Рога изобилия в палафоне главного зала. Извоение грифонов в нефизисталах печей там же. Солнечные лучи в круге в восточной части. У меня не выделен фрагмент, но вы видите вот пеплом гостиной и слева и справа это круги с изображением солнечных лучей. Вот львы, грифоны, орлы они являются и художественным контекстом эпохи и символом, понятным для посвященных. Ну и, конечно же, достаточно убедительным являются росписи столовой, которые я вам показывала. Милосердие, добродетель, искренность. Это стремление к совершенству. Поэтому росписи имеют такое назначение. Иногда кто-то пишет в газете, что это благодеяние хозяина, это хозяев, это, там сказать, добродетели хозяев. Конечно, нет. Усадьба не строилась для проживания семейного. Вот. Поэтому можно предположить. Можно предположить, потому что Донауровы, они входили в окружение, в круг Павла Петровича. Он был достаточно масонским. Павел Петрович входил в одну из масонских лож. Донауров вошел, Михаил Иванович, несколько позже в масонскую ложу. Но строилась здесь эта усадьба, но вполне возможно, она точно не была семейным гнездом. Она, скорее всего, не была увеселительной усадьбой, потому что при моем очень плотном знакомстве с огромным количеством фондов и документов никаких данных об этом не встречается. Поэтому масонская версия, она имеет основание. Ну, несколько смягчим. Обратимся просто к прочтению, к многослойному прочтению русской усадьбы. Русская усадьба достаточно глубокое понятие. Она читается. Так же, как читаются усадьбы пригородов, которые принадлежат императорам, их можно читать внимательно и можно трактовать иначе и очень по-разному. Но давайте обратимся дальше и быстренько пройдем еще по следующим владельцам усадьбы. Дом построен, в нем никто не живет. Усадьба называется Гавриловка по имени Гаврила Герасимовича Данаурова. С 1802 года принадлежит сыну Павлу Гавриловичу Данаурову. В 1806 году усадьба по суду передается Федору Марковичу Полторадскому. Полторадские владеют Уткиной дачей. Это усадьба, которая находится ниже по течению, еще одна усадьба. Формулировка в документах именно такая по суду. Что происходило? На мой взгляд, при продаже Данауров владел, мы сейчас не говорим об Уткиной даче, но Гаврила Герасимович Данауров в одно и то же время владел двумя усадьбами Уткиной дачей и усадьбой, которую мы сейчас рассматриваем. Уткина дача по имени последних владельцев, она больше приспособлена для жилья. Вот это усадьба для представительских функций. Поэтому вот это, то, что один владелец, то, что очень разные по своей архитектуре усадьбы позволяют предположить, что это был единый комплекс, одна более приспособленная для жилья, вторая для представительских функций, не исключая для встреч масонских лож. Документов о том, были ли встречи масонской ложи в Жерновке, нет. Этого никто не афишировал, разумеется. А этого не нужно и искать, и этого и нельзя найти. Но тем не менее помнить об этом можно. Но после Федора Марковича Полторацкого усадьбу он продает, и тут владельцы женщины появляются. Анна Крамер. Наверное, известное имя Севастьяна Крамера. Но вот в ходе настоящего исследования было обнаружено еще несколько владельцев, в том числе Анна Крамер. Оказывается, вовсе не Севастьян Крамер, а его жена Анна Крамер приобретает эту усадьбу, большую усадьбу. Она умирает в 1816 году, передает своим детям наследство, опекуном которых становится Севастьян Крамер. И вот тут получается, что часть усадьбы, но сложности есть, конечно, сейчас я не хочу углубляться, в книге там подробно написано, часть усадьбы с домом передается в ведение Анны Александровны Голицыной, княгине. И вот мы не знаем, какая княгиня, по документам мы знаем, что владела княгиня Анна Александровна Голицына. При рассмотрении мы видим, что в это время было три Голицына, которые могли бы владеть этой усадьбой. Какая из них точно неизвестна. Ну, одна из них урожденная Строганова, другая там грузинский род, ну, вспоминая, что Данауровы относились к грузинскому роду, можно какие-то такие вот ассоциации, либо Прозоровская. Трудно сказать. Вот владела Анна Александровна Голицына. Владела недолго. И вот дальше еще одно, одни владельцы, до более известного владельца Себастьяна Крамера, Егор Петрович Сиверс, владел усадьбой. Хорошо знаком Себастьяном Крамером, и так получилось, что он приобретает оба участка жерновку, жерновки, вот ту, которую Анна Крамер завещала своим детям, и у Голицыны приобретает, деньги берет у Себастьяна Крамера, на высокие отношения, они в дружественных отношениях находятся, и очень рано умирает. И вот тут начинается кодекс дворянской чести, супруга говорит, что готова отдать, потому что знает, что деньги были взяты в долг, но власти очень долго с этим разбираются, поэтому жерновка была передана Себастьяну Крамеру только в 1827 году. Вот он фактически владеет с 1824 года до 1838 года. О нем нужно сказать подробно. Личность известная, оно принадлежит отзейским немцам, предприниматель, член российско-американской компании, и он вместе с тем консул России в Австрии и представитель Австрии в Петербурге. И это Пушкинский круг. Давайте вспомним, что Доли Фикельмон, друг Пушкина, Елизавета Хитрова, это друзья Пушкина, Доля Фикельмон, это супруга австрийского консула, австрийского посланника Фикельмона, это один круг. Бывал ли Пушкин в Жерновке? Очевидно, нет. Но у Черейского есть упоминание о том, что Пушкин был шапочно знаком с сыном Крамера Михаилом. Но Пушкин летом 1828 года влюбленный Пушкин через Пороховые, может быть и здесь, а может быть мимо Элинской церкви, ездил в Приютино, куда вовлекла любовь, просил руки, получил отказ Елизавета Марковна, решила, что он не составит счастье ее дочери, но прекрасные строки, я вас любил, любовь еще быть может, и другие, они посвящены Анне Олениной. Ну, а мы возвращаемся к Жерновке. И вот Пушкинский круг, дворянский круг, Крамера, и вместе с тем очень предпринимательские устремления. Он расширяет усадьбу. Вот видите, здесь вот хорошо виден вот этот выступ, да, вот, но у меня нету указочки, да, вот этот выступ, и вот эти вот 13 осей, они пристраиваются, они пристраиваются к глухой стене оранжереи, и таким образом усадьба расширяется, а здесь появляется прачечный флигель, с другой стороны кухонный флигель, и расширяется несколько вестибюль. Вот сейчас очень небольшой вестибюль, если вы еще там не были, ну, может быть, когда-то и можно будет посетить, но он очень и очень небольшой, вот, ну, Крамер несколько его расширяет, и владеет он до 1838 года, вот эта гравюрка дома Салтыковых, там, где находилось австрийское консульство, где бывал Крамер, где бывал Пушкин, где были, ну, соответственно, доли Фитильмона, здесь жила Елизавета Хитрова, и, ну, место связанное, опосредованное и с той усадьбой, о которой мы говорим, ну, это набережная Невы, это Соборовская площадь, это понятно, что это за изображение, и вот в 1838 году Крамер продает жерновку Екатерине Александровне сухозанет, 14 лет владеет, но все-таки продает, а при этом делает много построек, делает вишневый сарай, ну, я, так вот, вишневый амбар, да, я цитирую, упоминаю, вот, те выражения, которые мне встречались в документах, но вместе с тем продает к Екатерине Александровне сухозанет, ну, из документов видно, что Себастьян и Константин Крамер владели, но сейчас не углубляйтесь в это, а в книжке можете посмотреть, она в электронном виде, там это подробно все расписано, два куска жерновки, кому когда передается, но потом уже общий объем передается Екатерине Александровне сухозанет, дочь князя Белосельского Белозерского, супруга Ивана Ануфьевича сухозанета, причем Крамер передает усадьбу, но выговаривают условия жить на даче до осени, пишет в письме, что для меня самое приятнейшее время жить на даче есть осень, никак не может расстаться с жерновкой. Ну, это отец Екатерины Александровны, это ее мать, вторая его супруга, и пардет сухозанета. Но сухозанет не пользуется популярностью в обществе, в дневниках много пишет, и Пушкин пишет о том, что сухозанет человек запятнанный, я опять же цитирую, но вместе сухозанет вел себя очень смело 14 декабря 1825 года в день выступления, поэтому заслужил уважение монарха. Так вот, это дом сухозанетов на Невском проспекте, это дом журналистов. У сухозанетов двое детей, Анна и Александр, и сейчас я скажу, кому что достается. Ну вот, об этом я уже говорила, это картинка просто с Грифоном, сейчас мы этого не видим и не увидим. Вот, Екатерина Александровна сухозанет, женщина, выдающаяся, пожалуй, женщина высшего общества, знакома с князем Адоевским, и есть в отделе рукописи ее письма в переводе с французского, я их читала, вот, ну перевозили мне, вот, и она, письмо обращенное к князю Адоевскому, она приглашает к себе, пишет и уточняет ко мне, значит, в Екатерининское, да, бывал ли там князь Адоевский, мы не знаем, усадьба стала с тех пор называться Екатерининским, ну, она была членом посещения общества, посещения бедных, который основал князь Адоевский, а вот эта Максимилианская лечебница, я думаю, все мы там бывали, да, на Вознесенском проспекте, она как раз основана этим обществом, она была знакома, ну, и с Тютчевым, в переписке есть упоминание у Тютчева в письме, что он обедает, у сухозанетов, была ли она знакома с Пушкиным, точно нет, но она была в доме Гекеринов, вот, это общий круг, сейчас пушкинской темы мы не будем касаться, у сухозанетов двое детей, Анна Ивановна и Александр Иванович, сухозанет умер, ну, все они там бывали в Жерновке, генерал сухозанет бывал, но, что появляется и что говорит в пользу того, что усадьба, которую мы рассматриваем, никогда не была семейным гнездом, строится деревянная генеральшина изба на территории парка, так, в документах, вот это здание, которое действительно приспособлено для проживания, и в котором семья действительно проживала. В 1861 году весной скончался генерал сухозанет, он похоронен на Лазаре, на Тихвинском кладбище Александра Невского монастыря, Александра Невской лавры, и несколько позже, осенью, скончалась Екатерина Александровна сухозанет. Она скончалась в Париже, а тело ее было привезено в Петербург, а через месяц тело было забальзамировано, иначе было не довести. Она была похоронена на Большоохтинском Георгиевском кладбище, захоронение утрачено, но есть совершенно уникальный материал об устройстве ее захоронения. И вот по этому же типу было устроено захоронение Николая Александровича Безобразова, который был женат, это общественный деятель, это юрист, публицист, который был женат на дочери сухозанетов Анне Ивановне. И он по сути и руководил Жерновкой. И он занимается составлением уставной грамоты, что это такое 1861 год, освобождение крестьян от крепостной зависимости. Что это значит? Это значит, что хозяевам выплачиваются выкупные суммы, крестьяне становятся временно обязанными, получается такая вот как очень длительная ипотека, они должны выплачивать государству маленькие суммы, отчего появляется недовольство, большое количество крестьян появляется в крупных городах, провоцируется эта революционная обстановка, но только что прошли революции в Европе и ну вот отношения с крестьянами сложные, крестьяне говорят, теперь давайте нам чего мы хотим, а не то, что вы даете, ну вот Николай Александрович Безобразов, известный деятель, он руководил и Санкт-Петербургским уездом, вот он готовит вот эту уставную грамоту, он скончался в 1867 году и есть еще усадьба Безобразового в Царском Селе, он скончался там, и вот посмотрите, отпевали его в церкви Святой Екатерины в Царском Селе, ну церковь вы знаете, это архитектор Тон, она сейчас воссозданная, вот, а потом поездом везли в Петербург и по документам устроить так, как у Генера, что сухозанец захоронения, да, захоронение Екатерины Александровны сухозанец, оно подробно описано, какие сорта мрамора, гранита, вот, ну, ее захоронение утрачено, так вот, после смерти супругов сухозанец, усадьба переходит к их дочери Анне Ивановне, и до 1867 года работает руководит Николай Александрович Безобразов, вот здесь литография на фонтанке, и вот тот дом 24, это дом, в котором жил Пестель, да, это известный дом родителей Пестеля, а вот две оси сливее, да, это дом Безобразов, здесь обрезана картинка, видите, да, и Анна Ивановна, она живет у своего свекра после смерти мужа, вот здесь на фонтанке, что же происходит вот в те времена при Анне Ивановне, это наиболее близкий снимок к тому времени, а это 1870-е годы, Анна Ивановна, простите, конечно, Анна Ивановна, вот, она выносит линии оранжереи, вот здесь они еще вот с тем выносом 1870-х годов, и она устраивает некую парадную спальню, вот там, где я показывала вам помещение спальни, но эта спальня очень парадная, с двумя большими полузианскими огромными окнами, а эта спальня просто парадная спальня, да, живут все в деревянном доме, так вот, у Анны Ивановны и Безобразова у них две дочери, старшая Екатерина, которая была замужем за князем Хованским, рано обдавела, второй ее брак со своим двоюродным братом Александром Михайловичем Безобразовым, вторая дочь Мария, которой мать передает усадьбу, она признана душевно больной, вообще Безобразовы были очень богаты, Сухозанеты были очень богаты, Белосельские и Белозерские были очень богаты, и вот этой Марии Николаевне, которая была действительно душевно больной, семья, она родилась в Риме, есть выписка из книги православное время, определенная там церковь о рождении ее, поэтому семья Екатерина Александровна, ее мать Анна Ивановна, они живут большей части времени в Париже, в Ницце, они живут в Швейцарии, редко здесь бывают, но обязательно нужно приехать хозяину и Марию Николаевну однажды привозят, чтобы познакомить с соседями, что это вот новый хозяин, чтобы представить крестьянам, один раз она была, но фактическим опекуном над личностью становится ее сестра Екатерина Николаевна, над хозяйственными вещами становится двоюродный брат с сестрой сестер по совместительству муж Екатерина Николаевна Александр Михайлович Безобразов, о нем мы что знаем, мы знаем, что вот его обвиняют в развязывании агрессивной политики на Дальнем Востоке, благодаря чему началась возможно и русско-японская война, он пытается что-то сделать но он пытается сдать он делает дренаж большого участка участок большой он разделяет на части и сдает в аренду чтобы участки осушили и как-то это использовали он пытается сберечь но уже тогда революционные годы только усугубили положение жерновки но уже тогда опекунство Безобразово признается ну недостаточным а усадьба берется под охрану дворянского банка а мебель тогда вывозится в усадьбу в царском селе и усадьба продолжает разрушаться но к этому же времени 1890 годы относятся устройства ириновской железной дороги которая проходит ириновский проспект а вот это вот станция жерновка видите какая хорошенькая да а вот и таких станций много это ириновская железная дорога а та которая сейчас есть и простите пожалуйста я сейчас просто я все сделала чтобы вот на самолетик и на все что угодно но я не знаю он живет своей жизнью вот телефон и несколько таких станций ириновская железная дорога ириновское направление сейчас существует мы знаем с финляндского вокзала но это узкоколейная железная дорога она проходила как раз мимо садьба жерновка и вот эта станция вот ну хозяева после 1895 года когда скончалась Анна Ивановна и была привезена Мария Николаевна ее больше не было в 1908 году в 1910 году последний раз был Александр Михайлович Безобразов и Екатерина Николаевна сестра хозяйки больше их не было поэтому собственно усадьба приходит в упадок конечно будут виноваты и революционные события но объективно она уже была нехороша потому что все что возможно элементы мебели было забрано оттуда ну и после революции введение было с полкома было снова из полкома полюстровского кервильского там ленинского там было много разных делений и для чего а для устройства клуба для близ лежащих заводов а там завод рубероидный завод бремя через ох туда сегодня он полимер стройматериалы у нас началась революция но тоже с этим связан это действующий завод и вот на самом деле революционные события они очень очень интересны вот я работала с музейным фондом в архиве эрмитажа на самом деле что делалось дворянскими усадьбами сколько например было связи но из всеволожского из усадьбы рябова это подводами свозили без всяких описаний и вот из усадьбы жерновка в 1824 год в музейный фонд а музейный фонд он находился на дворцовой набережной во дворце великого князя николая михайловича вот новомихайловский дворец мы знаем что 10 артефактов было перевезено они утрачены их не найти невозможно но тем не менее в описании есть там две вазы две подставки под вазы они были вывезены в музейный фонд потом в реставрационные мастерские а вот дальше в документах написано не относительно этих предметов а допустим три белые вазы переданы в музей Дагестана все то есть никакого музейного описания нету чтобы мы получили представление что же было но конечно же то что оставалось там оно обрело новых хозяев были сбитые плафоны были утрачены люстры были зеркала была мебель красного дерева все обрело новых хозяев что-то потом лансере находил там пожарном бюро на пороховых что-то было в доме управляющего но лансере по заданию общества защиты старого петербурга посетил усадьбу дважды а и в 1922 году это тоже новые документы он находит остатки архива безобразовок огромный архив который касается не только этой усадьбы рот безобразовых огромный касается подмосковья касается других регионов и все это валялось здесь в жерновке сейчас есть фонд безобразовых 648 это только то что касается жерновки это часть архива я искала честно по всем возможным архивам и музей этнографии найти этого это не представляется возможным и второй раз лансере посещает в 1924 году тогда тогда появляется статья забытая пригородная усадьба жерновка на Окте она в документах которые находятся в собственном фонде русского музея он был сотрудником русского музея это тоже крайне интересно вот это тоже введено я сейчас все здесь не вывожу рисунки он зарисовывает пристань он зарисовывает пруд он зарисовывает дом он многое сделал для привлечения внимания он пишет о литографских камнях и вот один из литографских камней он зарисовывает Александр А.М. Безобразов скорее всего повторяли семена театральные деятели по годам а это рисунок художника венгерского Зичи да это известный гравер еще один утрачен но множество было утрачено но вот я вам сказала о том сколько было забрано в музейный фонд во дворце великого князя Николая Михайлович найти это невозможно часть была взята в академию художеств потому что есть переписка о том что какие-то части печей да как образцы они взяли я работала там немножко а там есть например открытки с изображением жерновки это в академии художеств вот ну и давайте посмотрим что происходило дальше это 1920 годы это один из праздников в центральном зале жерновки ну какие там были отношения там были драки потому что Проховские и Охтинские они очень за сферы влияния боролись били стекла поэтому очень скоро было ну вот посмотрите пожалуйста вот мы только что видели с вами я вам показывала да парадное помещение помещение спальни вот это вот помещение спальни по некоторое время было передано даже в хозяйственное управление общества защиты Старого Петербурга это люди научные они не могут этим заниматься они заключили договор вот с заводами это тоже не получилось и очень скоро было передано введение конвойного полка войск НКВД и вот тогда начинается еще более интересное усадьба ну это более поздняя фотография но что делается там в помещении спальни вот в котором сено там устраивается ветеринарный лазарет устраивается перекрытие телята живут наверху сено внизу телята тогда утрачиваются росписи из помещения в зале устраиваются гурты турнепса в помещении гостиной которая ее показывала там кухня скотская ее так называют устроены на такие вот костыли вбиты в стену о цепи и вот ну как это объяснить и по ним такая вот дорога канатная по которой вот этот турнепс посещают туда передают но собственно было признано вредительством такое использование жерновки дачи безобразовых и в 1938 году передают введение охтинского лесопильного завода для устройства общежития а вот интересно что несколько лет назад очень пожилая женщина пришла ко мне на экскурсию и она сказала я прям до слез растрогалась и она говорит а у меня в 57 году здесь была свадьба а мы здесь жили а вот в парке были выставлены столы вот и это очень трогательно потому что у каждого своя жерновка устраивается общежитие устраивается перекрытие в двусветных помещениях это помещение зала это помещение столовой это помещение спальни вот для животных пристраивается но еще раньше когда общество защиты старого Петербурга взяло под охрану там был сторож фамилия его Сиволовов ну извините я уж произнесу да жила корова его в помещении гостиной вот но все было очень просто вот ну и давайте сейчас еще очень-очень на мой взгляд интересные вещи сейчас очень жарко сейчас я буду уже завершать но совершенно неизвестные до серии не мне не я думаю вам это в годы войны в годы войны один из антендантских пунктов Ленинградского фронта которым руководил Василий Иванович Цветков он же руководил отделом агитации и пропаганды и руководил политуправлением поэта-прозаик Николай Тихонов были Прокофьев Саянов ну и другие поэты и писатели были художники Яр Кравченко пророков Павлов Сироп Пинчук и вот посмотрите совершенно уникальные вещи здесь на даче Безобразовых Саянов преподносит Цветкову на обложке журнала Ленинград а Саянов был редактором его и журнал Ленинград не издавался он стал издаваться вновь осенью 42-го года и он на обложке пишет а Цветков был собирателем он собирал все и вот он собирал автографы художников поэтов домохозяек пионеров пенсионеров он сводил это все в книгу и делал это книга блокады и его я работала с этим фондом это отдел рукописи Российской Национальной Библиотеки но давайте прочту немножко вам собирателю я рад преподнести сей Ленинград он наши славные были сколок он часть блокадных грозных дней все портретов комсомолок до лиц родных богатырей ну и так далее и так далее вот ну автограф написано Ленинград дача безобразовок то есть нам это важно что это написано именно на даче безобразовок а вот давайте еще одно это тоже рисунок Василия Ивановича Цветкова и стихотворения Саянова нет не то проживал здесь любитель марок книжек картины стихов наш приятель наш искуситель наш Василий Иванович Цветков и под тень его тихого крова нам дорога казалась слегка и Саянов встречал здесь Серова Коля Павлов встречал Пинчука и за дружеской мирной беседой мы не знали ни ссоры ни тьму а потом у потомок неведомой следы по пути что назначили мы и покуда цела эта дача исповедуй наш символ святой кто не входит сюда неудача кто здесь гость тот кто светил душой да очень светло очень хорошо и последнее вот посмотрите это шарш пророкова на Василия Ивановича Цветкова это удивительный человек да и вот допустим очень с юмором написано стихотворение ведь всюду скрытые таланты в великом городе живут лишь где сойдутся интенданты уже поэта тут как тут холодно голодно конечно же да и в стиле светлом старомодном напишут для грядущих дней в своих стихах санятом сходном водописание страстей и вот это вот дача безобразовых и это вот военные годы ну конечно же я скажу что полностью был утрачен плафон центрального зала были утрачены остальные росписи но благодаря вот таким светлым строчкам и благодаря восстановлению хочется это простить вот посмотрите это зарисовка художника Яр Кравченко там вдалеке сама дача это дерево оно и важно что автограф выполнен именно на даче безобразов вот такой мы ее видим в 46 году что мне кажется удивительным едва-едва начали восстанавливать пригороды вместе с тем в 47 году начали восстанавливать жерновку кажется удивительным но тем не менее вот ну пожалуйста полюбуйтесь это 66 год вот такой пришла усадьба после того как было устроено общежитие Охтинского лесопильного завода усадьба находилась под охраной ее сняли в 38 году поставили в 50 но тем не менее вот это все было искажено совершенно вот что же происходило дальше это тоже 66 год это огородики люди жили они женились у них рождались здесь дети они заводили здесь огороды для них она была совершенно другим местом местом проживания вот посмотрите это перекрытие в зале мы видели с вами зал это перекрытие вот эти вот плафоны о которых я говорила вот это 74 год ну и дальше дальше множество людей астрономический институт хочет ее взять не дают потом фабрика игрушек хочет взять потом находится ленинградский филиал орг прим твердосплав это все союзный тогда институт было они занимались сплавами и вот они берут ее под свою охрану они берут как бы мы сейчас сказали с обременением они разбирают вот все все то что было сделано в ведении когда была Охтинского лесопильного завода но они обговаривают себе надстройку второго этажа что я вам показывала вот эти три оси над помещением гостиной и над помещением бильярдной в зале собираются устроить там актовый зал он так и есть вот если придете на экскурсии я вам покажу я много с ними работала с этими людьми потому что сотрудники ГИОП там Грибова Канальчикова Росреставрация есть фамилия у этих людей но и люди которые работали в орг прим твердосплав и мне вот женщина одна показала там есть удивительный такой вот профиль фурчика бригадира реставраторов когда они восстанавливали стены а там росписи под мрамор я уверена что там не один профиль но по-моему это очень остроумно фурчика я точно знаю такой горбоносый профиль наверное там есть еще и другие так что дача безобразов она прошла путь огромный это история города это история страны это история людских судеб но конечно же я не сказала что в восемнадцатом году дали отдали уфимскому мост отрезку всего за семьсот тысяч тоже с условием восстановления там сейчас ходят фундаменты полы ходят да я знаю что они ходят но когда мы приходим мы не прыгаем там гидроизоляции нет там очень серьезное вложение вот этот мостотрест он не справился теперь агентство по использованию охраны памятников оно в виде не него сейчас находится а сейчас ищут нового инвестора когда я была сейчас ну что лето я была наверное в ноябре последний раз мне шепнули что вот вот найдут инвестора но по всей видимости и пока его не найдут было много романтики в этом устроить музей дворянского быта это было бы очень хорошо да устроить какой-то культурный центр устроить даже предлагали ЗАГС Красногвардейского района это было бы прекрасно очень далеко от центра чтобы устроить ну какой-то там отель очень дорогой тут нужны меценаты очень богатые люди у которых есть деньги и которые хотят оставить по себе именно передав деньги и восстановив дачу поэтому прочтение русской усадьбы дело благодарное дело многослойное спасибо вам за внимание я готова ответить на ваши вопросы спасибо спасибо огромное Наталья Павловна уважаемые участники есть ли какие-то вопросы из зала буквально несколько сейчас можно пожалуйста есть еще вопрос пожалуйста мы уже сделаем можно уже делаем прошу Нет, я просто тебе говорю, что мы делаем, мы осенью делаем. А, хорошо, хорошо, да, окей. Да, это будет фирма Тарья Сух, прекрасная. Ой, нет, Сух сделаем. То есть, извините, это не моя инфарция. Говорить я вам это могу. Значит, смотрите, у нас в Тарья Сух есть страничка ВКонтакте. Там сейчас бы, естественно, на лето всё прекращалось, потому что сейчас уже, ну, может быть, что-то там будет. А вот, тётями зачитая, у нас, как правило, идут какие-то экскурсии. Поэтому, что вы можете заходить, читайте экскурсии, да, сентября. Мы встреча с Петербургом. Мы там, соответственно, с Тарьяной, да, хотим... Ну, с сентября начнётся новый лекционный сезон, который откроет Елена Травина, которая говорила о... Ну, в России Петербургском, про материалы, инфрации и публикации журналистов. Поэтому, если кто-то интересный первый раз и не знает, сообщество ВКонтакте, встреча с Петербургом, партнёр библиотеки Майкоспо в организации этого клуба. Наталья Павловна, на котором сегодня выступает. Ну, в продолжении темы. На самом деле, я в данный момент переполнена этими усадьбами. Если вы считаете нужным, можно сделать Уткину дачу. И вот все вот дачи... Мы с удовольствием вас пригласим, я думаю... Это будет ещё одно выступление. Но больше всего материала пожирновки, поэтому у нас так было сегодня достаточно. Зимой с удовольствием с вами встречи сделаем. Спасибо огромное, Наталья Павловна, ещё раз вам. Спасибо огромное. Будем рады вас видеть в библиотеке Маяковского на встречах нашего клуба. И, уважаемые участники, если есть вопросы, пожалуйста, можно подойти. Спасибо. 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 Спасибо.